МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Спросим прямо» в студии Зои Циньшеева. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях депутат Улан-Удэнского городского совета, член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Ларионов. Андрей Анатольевич, добрый вечер! Здравствуйте! И, пожалуй, начнем наш разговор с темы, которая у всех на устах. Футбольный клуб «Лара» стал чемпионом России по мини-футболу. Примите наше поздравление и скажите, каковы планы на будущее? Спасибо за поздравление. Мы стали чемпионом России Первой лиги. Если бы стали чемпионом России, просто было бы вообще хорошо в Суперлиге. И все впереди. Да, я тоже надеюсь, вышли мы в Высшую лигу. Шли, продвигались к этому успеху достаточно быстро, в течение двух лет. Было несколько пробных выездов. В прошлом году мы пытались выйти в Высшую лигу. Потом была у нас встреча на Кубке. Это было в Кургане. Ездили мы на Кубок в Якутск. И не смогли мы добиться заметных результатов. Но зато вот за эти выступления я понял все основные наши ошибки. Как нам нужно будет изменить команду, подход. Вот. И вот фактически уже на сегодняшний день мы имеем результаты этого. Ну и, конечно, большое спасибо тренеру Андрею Тулаеву, благодаря которому все мы добились. То есть, если вы видели по телевизору, были инспектора Саймфера, которые вечером в беседе рассказали мне о тех трудностях, которые у нас сейчас есть, проблемах, которые у нас существуют. И самое главное, конечно, это зал. Определенный уровень, первый этап можно проводить в нашем КСК ЗМК. Но в дальнейшем, после первых игр, я думаю, что клубы могут просто отказываться от игры. Потому что, во-первых, им нужен хороший пол, им нужно хорошее табло, им нужно обязательно, чтобы и судейская была, и операторская. То есть, для ведущих, потому что очень многие команды приезжают со своими ведущими, и прямо в прямом эфире, в онлайне ведут на свои города, откуда они приезжают. Это вся Россия, трансляцию. Скажу однозначно, что без помощи правительства нам будет тяжело. Меценатство – это благородное дело. Скажите, что заставляет вас продвигать этот вид спорта у нас в республике? Ну, как выпускник факультета физической культуры, я занимался люк-атлетикой, 10 лет бегал профессионально. Не хотелось бы мне далеко уходить от спорта. И, скажем так, для себя я вижу в клубе в нашем, в Экалара, скажем так, реализацию своих несбывшихся надежд. Мечтали о славе спортсмена, скажем так. Да, и вот сейчас пытаются реализоваться именно на наших учениках. Я думаю, что это очень приятно. Особенно, когда это приносит удовольствие жителям города. Касаясь политики, почему вы решили принять участие в выборах в народном хурале? Может быть, это субъективно. Но мне кажется, как только наш созыв 4-й начал работать, так город стал меняться просто на глазах. Действительно, заметно улучшается город, просто расцветает. И даже приятно. Едешь по городу, смотришь, появляются новые детские площадки, появляются детские городки. То есть, облагораживаются территории, появляются водоколонки. То есть, приятно видеть результат своего труда. То же самое происходит у нас на округе. Но, поймите меня правильно, вот мы сделали дело, да, допустим, у нас два депутата на округе, я и Михаил Юрьевич Степанов. И завтра уже то, что ты сделал, уже нашему жителю неинтересно. Оно уже, да, сделано все, мы это уже прожили. Им нужно дальше шагать, нужно предлагать что-то новое в благоустройстве, во всем. Мы, к сожалению, своими силами, средствами Горсовета этого сделать не можем. Ясно. Андрей Анатольевич, говоря о вашей нынешней деятельности в Горсовете, скажите, какие сейчас есть проблемы на вашем седьмом округе, которые необходимо решить? В принципе, когда мы начинали работать, когда я начинал работать, я почему-то думал, что больше будут просьбы. Вы знаете, в основном нет, в основном обращения. Обращаются, приходят, и обращения все одни, скажем так, они типичные, только с разных адресов. Это вода, это свет, это водоотведение, это благоустройство. То есть, в принципе, мы постепенно, постепенно из возможностей, из средств города, городского бюджета эти проблемы решаем. И решаем главное, что они, мы знаем, вот за эти годы уже определились все пути входа-выхода во все наши комитеты, знаем, как это решить. Многое сделано на округе, поэтому я думаю, что избиратели поддержат в тех словах, которые я сейчас говорю. Ну и большие планы у нас на будущее. Расскажите, как вы взаимодействуете депутаты городского совета с однопартийцами из народного хурала? Какая идет работа между вами? Да, у нас очень интересные депутаты хурала. Они такие разносторонне развитые люди, все просто противоположности. Это и бизнесмены, и ректоры университетов, и руководители крупных предприятий в прошлом и в настоящем. То есть, очень интересные люди. Когда с ними общаешься, встречаешься, даже знаешь, чем-то что-то подпитываешь от них. Мы с ними одновременно еще и участвуем, это то, что они обычная работа, то есть мы одновременно с ними проводили несколько круглых столов. И вот именно участие в этих круглых столах как раз и раскрыло наших депутатов, наших коллег по хуралу. Мы постоянно встречаемся, общаемся, мне приятно, что у нас партия с «Продливая Россия», что имеет таких личностей. Вы достаточно сплоченные. Да, мы очень сплоченные. Вот, знаете, приятно даже приходить на комитеты, выборы проходят, да, и самое интересное, вот, другие партии как-то разбросаны все по городу. Я, ну, вот, мы все собрались в одном месте, сидим у телевизора, ждем подсчет последних выборов, которые у нас были в Госдуму. Ильковского Константиновича, когда выбирали, ну, вот мы там дружно косили, сидим, смотрим, так здорово, так семья одна большая перед телевизором. Ясно. Андрей Анатольевич, давайте мы поговорим о туризме. Известно, что некоторые излюбленные места отдыха и промысла жителей Бурятии, возможно, войдут в состав туристско-рекреационной зоны «Байкальская гавань». Как вы на это смотрите? Я интересовался этим вопросом и могу сказать однозначно, они пытаются, то есть есть предложение, то есть однозначно могу сказать, что это нужен референдум, обязательно, чтобы все жители Бурятии участвовали, не только жители тех районов, которые это касается, я думаю, что даже жители Бурятии. Почему? Потому что там предлагается Кунтушная, по-моему, Байкальский прибой, Посольск, Сухая, Энхалук, включить туристско-рекреационную эту зону, да, и отдать Байкальской гавани. Вы знаете, нужно четко понимать, что Байкальская гавань нам предложит, что предложит и за что. Если просто так тупо им отдать, сказать, ребята, вот молодцы, давайте, они там установят два каких-то общественных туалета и поставят шлагбаум, и будут там раз в месяц что-то убирать, грузовик какой-то с двумя рабочими, то я думаю, что нам это не нужно. Зачем? Как люди тогда наши будут отдыхать, как они будут подъезжать к берегу? То есть мы уже это пережили, кстати, на Байкальском прибое было у нас такое, перекрывали шлагбаумом. Если действительно будет предложение, что да, будут вложены деньги в инфраструктуру, вывоз мусора, в строительство этих отелей каких-то, да, то есть привлечение и туризма в Бурятии, любой турист, который приедет туда, обязательно заедет в Улан-Удэ, что-то купят здесь, потратят свои деньги, то есть это будет увеличивать бюджет города, поступление в бюджет. Тогда ради бога. То есть я думаю, что обязательно нужен референдум, обязательно нужно, чтобы город, народ наш, жители города, жители Бурятии, сами поняли, выбрали то, что они поймут, что им ближе именно к ним. Человек сам себя никогда не обманит. А вот теперь я хотела бы поговорить о том, какие акции инициировали СССР, это дорожный патруль и пришли свой счет ЖКХ. Эти две социальные акции, они, я так понимаю, проходят достаточно с большим успехом у населения. Каковы первые результаты? Обращение масса, но сейчас весна, еще рано говорить, подождем немножко, когда закончится. Ну вообще по дорожному патрулю у нас было принято решение, не сколько вот по каким-то там сделанным ранее объектам, а именно по тому, что сделано вот недавно, да, то есть появился какой-то подрядчик, да, выиграл конкурс, начал класть асфальт. Вот задача вообще всей этой акции каким-то образом, ну, не заставить, скажем так, а научить или просто объяснить подрядчикам, что все-таки совестью надо относиться к своей работе. То есть, ну, не стараться сэкономить на копейках, если на будущий год, там, или через полгода, или через месяц, там, что-то где-то провалилось. То есть нужны какие-то гарантии на то, что он восстановит это все. Я в курсе, что вот бывают такие вопиющие случаи, когда людей действительно обманывают, присылают счета, которые не соответствуют действительности. Вот как вы это проверяете с помощью юристов? Да, мы сейчас, да, мы сейчас начали получать, когда мы запустили эту акцию, начали получать. Если в первое время люди приносили, допустим, вот у нас в Гусинозерске, по-моему, было, приезжали люди, приезжали с рапорта женщины, привозили нам счета, то есть действительно просто по сравнению с прошлым месяцем в два раза увеличивали стоимость, да, это еще одно. Вот буквально сегодня, по-моему, я, к сожалению, не взял информацию с собой, сегодня нам обратился житель, который принес просто показатели счетчиков своих, и то, что нам им выставили, мы выставили, ну, просто умножая счетчик на два. Ну, это уже немножко другое. На самом деле, когда мы проводили круглый стол, мне, знаете, что возмутило? Меня возмутило поведение представителей РСТ, это служба по тарифам российской при республике Бурятия. Я вообще не понял, для чего нужна эта служба. У меня сложилось впечатление, что служба РСТ создана для того, чтобы защищать интересы монополистов на рынке. И поэтому, когда им задаешь вопрос, скажите, что вот у нас есть такие проблемы, почему уголь покупается на территории Бурятия, привозится на ТЭЦ к нам, из которого делается теплоэлектричество частично, почему он дороже, чем мы можем купить в другом месте? Нам просто объясняют, ну, все нормально. РСТ проверяла, все нормально. То есть структура сама себе продает уголь по непонятно каким ценам. Отсюда вот и начинается постепенно, постепенно вот этот рост, который непонятно откуда он берется. И самое главное, что понимания, которое я хотел бы получить, админ от этой службы, его нет. Я думаю, что это понимание хотели бы получить все участники этого круглого стола. Нами были вынесены рекомендации по решению поднятых вопросов. Ну, не знаю, как дальше будет. Но у меня сложилось впечатление, что это не наша служба. Всего этого. Что ж, Андрей Анатольевич, я желаю вам успехов в выборах и вообще в вашей работе. Хотела бы благодарить вас за беседу. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, это была программа «Спросим прямо». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова